запись номер 543 события дня эпиграф деяние 18 но вы примете силу когда сойдет на вас дух святой вот сегодня на проповедь не пошлешь православных это явный признак что нет духа святого нет силы духа святого за 8 июня 2017 года сердар аташов пишет тон туркмен кажется сказал и он готовится к крещению мусульманин приехать и пишет он просит все молиться спасибо сердара спасибо не надо его наверно серафим могут назвать даже первые три буквы сходятся вот не буду мешать на ваших уже половина двенадцатого это он пишет более того приехал сегодня с деревни спасибо говорит себя спаси христос спаси христос имя христа произносите что молитесь за мать и жену это мусульмане они сильно нападает на него маму как будто вернули стала такой же добрый улыбается вот видите какие сведения поступают мы не знаем почему но он все время просит молиться а то после того как начала считать молитву на арабском языке стала такой черствой бессонница злиться на меня а так приехал не узнал еще раз спаси христос три четыре пять шесть семь кажется раз восклицательный знак поставил то ну и дальше тут вчера целый день возились вчера события дня у меня было важное событие прямо таки важное вот мне куда нужно ехать я сергею пупкову сообщаю он за мной ездит и раньше были другие братья ну кто-то заболел кто-то выехал а он таксист одновременно и кинолог дрессировавших собак и со мной тискается вот когда у нас в прошлом году был суд а суд то был как я напомню 18 июля перед августом полиция приехала в 22 00 по нашему времени и дети мы прошли тренировки и они бежали в степь интересно бегут и грозовые молнии сверкают перед ними это вообще боевик настоящий на детей там обвели вокруг в деревню зашли другого конца и детей сразу распределили по домам и в этот же час лагерь был ликвидирован то есть я абсолютно точно знал что бороться нельзя коммунисты были нападали приезжали в девяносто восьмом году коммунисты это еще как девяносто восьмом году то это уже власть была не коммунистическая это она она еще не окрепла тогда вот в 15 комиссий краевого масштаба как они нас травили били и здесь тоже лагерь был полностью расформирован и исчез на следующее число они 17 на 18 18 получается а суд начался двадцать седьмого роспотребнадзор подал и просят или требует там чтобы лагерь приостановил деятельность на два месяца какие два месяца июль месяц 2 августа он и так закрывался бы то есть ничего не знает и чего закрывать когда его уже нету но у меня как-то так появилось всегда кто мне добро делал лагерь и там я старался их находить от благодарить а как благодарить взятку дать я не могу да и это вредно а подарок можно брать чтобы за взятку не считался только один книги я потом сам узнал оказывается даже юристы не знают я просил найти эту судью зарецкая татьяна валерьевна это центральный район города барнаула видимо это было железнодорожным все-таки не знаю я вот так я все севастяна нашего юриста просил найди ее найди ее куда-то переводили или что-то и свози и он все откладывал откладывал тут как последние недели вчера он меня к ней повез но с дорогой меня спрашивает как интересно было паспорт не не забыли я говорю нет с собой у меня костюме сдернул у меня всегда паспорт лежит и не проверял дорога уже половина проехали уже туда подъезжаем я в карман сунулся как обожгло паспорта нету да как же так у меня всегда паспорт на месте припомнил я ездил потеряевку и перей в рабочий костюм переложил но после этого я был в банке пенсию хотел получить не дали я опять должен был переложить на место вот эта перекладка я ему говорю паспорта нет а там полиция там турникет не пропустят он разворачивает машину и домой я забежал в рабочем костюме нету оказывается два костюма у меня висят мне подсунули один и похожие и я когда клал паспорт и сунул в карман другого костюма который не ношу я потом говорю смотри как приучает жить нас в бедности то я хоть не ношу но он мой считается костюм то и он меня подвел как говорят под монастырь мы пришли там начали выгребать все у меня копейки из карманов она звенит у них это дек они там как миноискателем ищет и по швам меня все раздербанили как говорят ладно все вернули назад и мы пошли и она нас приняла обыкновенная женщина мирская видно окрашенная и и он ей говорит вы помните что но ясно дело что процесс непростой и она помнит а я тут самый против кого было и вот я принес к вам в подарок книги положил трехтомник для слова нового завета с толкованием блаженного фифилакта и иллюстрациями я говорю еще ваши внуки будут благодарить что у вас вот это есть но и к истинному православию и для слова божьего нету 5 книг подарил это тоже мне не даром обходится только трехтомник три тысячи да и одна книга 700 до 500 но и считать 4 тысячи двести да к если я одновременно дарил ста двадцати пяти священникам ста двадцати пяти в один день ну и теперь на сто умножить это получается это далеко заходит там за 40 тысяч тысяч вот и бедняк вот тебе паук лапками цепляется добывает царских чертогах поговорили с ней она улыбается да как тогда да я что да что ну что что отбили атаку то но мы теперь полно она давай переспрашивать а то чего вы теперь по домам только то говорю конечно и мы не скрываем хотя батюшка меня упрекал ты все открываешь они сразу нападут на вас как нападут по домам пока такого не закона нету роспотребнадзор проверять лагеря лагеря нету и вообще нету и вот зовется с меня в юстицию в документ взяли что у нас все в порядке о регистрации там я три раза расписался вот все теперь у нас ну все хорошо но это еще не все мы побыли там она тут начала одевать у нее процесс черный подрядник такой но мы пошли я им визит кидал наши рассказали вот но и дальше как события развиваются у меня а сергей ты медитату все вот как раз ты же мне не вернул эту или вернул но хорошо то есть у меня прописано одна девушка была но она вышла замуж наталья приходки приходьки наталья николаевна и она в америке но я с каждым месяц за нее плачу вот сколько лет 7 прошло но и умножает уже не два рубля каждый месяц высчитывает 40 рублей за человека которого нет мусор вода вот но она прислала синий green карту а то у них паспорт заменяет но и от сергей павлович ездил вчера не получилось выписать а потом там обязательно там потом трудов эту домовую смотри и сохрани потерять это больше года уйдет на оформление я уже было такое дело то это событие дня роман у меня вот сидит малыш с потеряевки у него машина в американская не какая-то ну что-то не ладится такая старинная сколько лет машине а ему ровесница как будто бы до 24 ну вот так такое 26 лет еще то не хватает там там по колесам подруга это и он поехал поехал и и может вернуться и правда вернулся к вернулся вот событие какое-то мы опять все вместе он где-то как будто здесь и живу от хорошие хорошо все не тоскует но потеряевки он нужен засухой там с матушкой они она агроном я к общих говорится у них на огороде но это событие не просто так это события дня и вчера вдруг мне звонит один безруков павел федорович вот этот снимок которая на наших визитках где крещение проводит отец аким это его и он мне звонит так у вас лагерь нынче есть я в другом формате но это лагеря не тут а он каждый год он предприниматель ну маленько что-то купит а мешок сахару один и не в ущерб ему ну и звонит может чего нуждаетесь зачем нуждаемся конечно еще что это не звонишь то пряников сказали нету но только бери такие ну бывает круглый пряник ну такой как шайба эти играет на льду то хоккеиста не надо чтоб там залита было эти разные какие-то там сахаром посыпано хорошо проходит какое-то время он приезжает и привозит именно вот эти заковыристые они дороже нам не надо по одному прянику всем дается но привез привез поговорили маленько вот а все события одного дня не думать так что у нас событий нету живем вот показать ресурсы немножко наши ресурсы и вчера на меня выходит один баптист баптист из америки синицын михаила и ирина получили книги без одной недели три месяца самая долгая посылка у меня полный комплект книг в испании нынче посылал вот там два месяца день в день а в италию договорились переслал через знакомых их кажется в москве получили это дешевле было это вот такое дорогое и вот это он с бородкой вот на первом месте у нас стоит почти послушайте когда мы беседуем с ним и за ночь господь позволила не сорвалось ничего закачалось мы беседуем один час 6 минут 58 секунд вот какие у нас были вчера события показать какие у нас есть это вот мой мир вот здесь я нахожусь а вверху какой почтовый ящик к истине к истине сплошняком сплошняком 2 собачка mail.ru mail.ru ну тут она вверху в первой строчке но второе это что-то не знаю не включилась сейчас посмотрю может быть включится форум наш ада включилась а вот не ожидал что-то капризничала форум 1600 тем очень богатый третье этого православный видеоканал открытым оком во свете библии вот у нас заканчиваем просмотров 6 миллионов 514 тысяч и 7095 подписчиков но и 7300 роликов вот такое дело тут кто-то к нам зашел сейчас мы посмотрим если ругаются не виноват попутно кто резину поменять и будет лезть как трактор это о чем он говорит это уже на твой ролик возрасте как трактор пользователь николай астахов от хороший человек но вот такое наверное будет лазать лазать написано как трактор резину поменять так вот как раз и делает роман он специалист еще была у отца такая машина это просто замечательный автомобиль о тебе поддержка какая-то но и тут еще один был отзыв какой-то влад полу дела зов добавил комментарии согласен но бог заключил евреевне послушание что упомиловать ну и пускай не послушаются для нашего помилования какие отзывы бывают вот мы последний самый большой у нас ресурс во свете библии сайт сайт здесь все вот нажал на форум на форме нажал видеоканал на перескочишь 4124 ответа тут на меня вышел какой-то алексей вол прислал вам новое личное сообщение я открываю не знаю что там прислал за это время сейчас открою если шар уголь но тут от меня не зависит так благодарствуйте за наставление сударь храни вас господь то есть у него был день рождения я вам послал на день рождения посылаю вот такой вот и рождение справлять не нужно поздравляю с днем рождения как будто тут какая-то есть твоя человеческая заслуга что вот вот жили нарушали заповеди божий грешили ангел не обрезал нить жизни поздравлять тут вовсе не с чем как говорит святой иоанн златоус празднование дня рождения ирода закончилась гибелью величайшего пророка я на крестителя и так дни рождения никогда не следует отмечать не подарки делать не праздновать по-мирски подарки можно сделать в любой день а нужно обязательно прочитать благодарственные каноны ангелу-хранителю что сберег нашу жизнь и не отринул нас вместе с нашей суетностью сходить храм божий конечно же приготовившись достойно к тому причаститься если есть возможность сотворить милость кому-то подать милостыню день рождения напоминает нам о том что на один год мы стали ближе к уходу с этой грешной земли и ближе к страшному суду а там ведь все не так как здесь как говорит нам святая библия лука 9 23 ко всем же сказал если кто хочет идти за мной отвергнись себя возьми крест свой и следуй за мною вот первая ступень отвергнет себя сообщи свое я тут нужны радикальные меры борьбы с самостью серахов 8 39 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь но может седьмая даже глава римлян 13 11 так поступайте зная время что наступил уже час пробудиться нам от сна ибо ныне ближе к нам спасения нежели когда мы уверовали и потому желаю вам проверить себя жить уже далее так как требуется по слову божию после рождения свыше жить абсолютно новой жизни во христе иисусе жить под водительством духа святого ожидая грядущего мессию христа бога истинного и знать его святую волю исполняя ее ну и дальше чтобы он зашел на наш сайт на мой мир 18758 фотографий тут ну и показал как вот тут у меня устаревшие 7034 видеоролика сейчас их 7000 видимо 334 уже и вот он отвечает благодарствуйте за наставление сударь меня сударем назвал у меня завтра день рождения храни вас господь ну вот теперь видно что у нас были за события и попутно мой немножко прочтем из вопросов и ответов у нас тема тут не оконченная о войне идет и вот вопрос один 2128 вопрос 8 том открытым оком это мне за ней на занятиях которые я вел в университетах задавали вопросы как же говорите что при нападении врагов не нужно христианам брать за оружие это жить я святых переполнено описанием какими были храбрыми христиане войсках языческих императоров ответ неизменным остается только слово бога живого а эти поступки не по писанию все это не что иное как чужие грехи как говорил златоуст нам это без надобности пересматривать лука 18 мне кажется еще рассчитал ну да но виноват тогда это она повторно получилась теперь я второй вопрос отсюда возьму я вспомнила ты что-то молчишь роман вопрос 816 2 том открытым оком указывает ли библия о мировых войнах если предсказание о третьей мировой войне ответ в библии очень много пророчества войнах но какая из них обозначается мировой об этом не говорится в одном месте писания даже говорится о том что земля есть шар и вся власть на земном шаре будет в одних руках когда после каких событий не после ли мировой войны 3 езра 1132 это я отвечаю отвечал когда вел занятия в университетах например лет может быть 13 назад эта голова устрашила всю землю и владычествовала над обитателями земли с великим угнетением и удерживала власть на земном шаре более всех крыльев которые были есть пророчества одновременно о трех опасностях которые постигают человека и в этом усматривают третью мировую войну вот на этот вопрос не каждый ответит исайя 24 17 ужас и яма и петля для тебя житель земли вот считает первая мировая была ужасом вторая в яму куда упали а третья петля поезд и от ужаса можно как-то спастись и из ямы вылезти от петли никуда руки назад крепкой веревкой тебя вздернули исайя 24 17 и риме 48 43 повторяет там исайя здесь и риме это редко что одно и то же пророчество с определенным названием событий так говорилось ужас и яма и петля для тебя житель мава сказал господь в откровении говорится о гибели третьей части человечества откровения 9 18 от этих трех язв опять же трех от огня дыма и серы выходящих изо рта их умерла третья часть людей есть люди обладающие колоссальной смелостью толковать пророчества мне этого не дано ни грамма ни на грамм я просто возвещая священное писание известное толкование святых отцов стихотворение мне тяжело считать кровавые страницы что нам о племенных раздорах говорят как тяжело смотреть на сумрачные лица семьи где издавна господствует разлад отчизну я люблю глубоко и желаю всей полнотой души цвести и крепнуть ей но к племенам чужим вражды я не питаю ей места нет в душе не злобивой моей рассказ о подвигах на поле грозной битвы восторгом пламенным мне не волнует кровь и к небесам я шлю горячие молитвы чтоб снизошла сердца злобленных любовь чтоб миновали дни тревог ожесточения чтоб позабыв вражду и ненависть свою покорная христа великому учению все племена слились в единую семью плещеев это не мое стихотворение ну можно еще одно взять а это лишь я видимо не закрыл и она не уже не пропускает а как она и возьмет никак за перетаскивается одного места на другое не идет вот сразу перешло вопрос 1226 четвертый том мавитяне аммонитяне произошли от внуков лота и его дочерей от внуков и одновременно от отца эти племена были передаваемы богом в руки израильтян таким образом наказаны дочери лота то есть через детей вопрос ответ может быть и так а может быть и нет бог нигде не давал ни повеления ни разрешения вторгаться в сокрытое и чтобы мы давали объяснение поступком божиим римлянам 11 34 ибо кто познал ум господин или кто был советником ему вот представьте на кафедре только в одном университете 18 лет и ни одного вопроса не оставил без ответа здесь тормознула отвечаю не знаю а почему не в нашей власти это знать господь положил своей власти и мне не стыдно сказать и вы не знаете нет не знаю 9 10 12 делает великая бог и следимое чудное и бесчисла и чудное бесчисла вот он пройдет передо мною и не увижу его пронесется и не замечу его возьмет и кто возбранить ему кто скажет ему что ты делаешь прощите все это угловое вообще во всей этой книге все удивления человека перед замыслами божьими перед непостижимостью всего что он делает я в 9 19 если действовать силой то он могущественно если судом то сведет меня с ним и и автор 33 13 для чего тебе состязаться с ним с богом он не дает отчета ни в каких делах своих слава иисусу христу все еще минут пять подожди десять не как сегодня наказывая детей за родителей бог всегда как бы вычленяет из этой породы послушать ему и или забирает и сразу к себе или ждет следующее поколение если человек поступает праведно и ходит в страхе перед лицом его то бог как избранного сына своего милует и лелеет хотя он из того племени которое уже проклято стихотворение у вот вавилонских печалью томимы в слезах мы сидели тот день вспоминая как враг разъяренный постогном солима бежал все мечу и огню предавая как дочери наши рыдали они рассеянные ныне в чужой стороне свободные волны катились свободно играйте и пойте враги нам сказали нет нет вавилона сыны недостойны чтоб наши им песни святые звучали рука да отсохнет у тех кто врагам на радость ударит хоть раз по струнам повесили арфы своим и нанивы свободное нам завещал песнопение солим как его совершилось падение так пусть наши арфы висят молчаливы вовек не сольется со звуками их гонители наши вы песен своих джон байрон перевод плещеева ну на этом практически все как всегда я сейчас включу опа нет все закрыта программа ничего не возьмешь все кончилось ничего нельзя сделать но нету никого все на этом до свидания